Всем скорости, с вами Сунилзмайл. И в этом видео мне бы хотелось вам показать, как же я делаю свои превью. Сегодняшний результат будет не столь хорошим, как остальные мои работы, но так или иначе, думаю, он будет привлекать внимание на просторах ютуба. Поэтому не будем медлить и давайте приступим. Сначала я закинул все исходники в фотошоп и вырезал где нужно его. О, заставил их в нужных местах и сделал некоторые манипуляции с фоном. Далее я стал подготавливать сцену для прорисовки контурного света. На превью будет фигурировать три персонажа. Предположительно, стрелок, который будет на переднем плане, Кровосос и Сталкер, которые будут за предположительностью. Сталкер у нас будет отмечен синим цветом, Кровосос оранжевый, а предположительно, стрелок белым. Кстати говоря, у меня нет графического планшета, Но я все равно, как бы могли заметить, делаю контурный свет для своих превью. И делаю сметие мышкой. И, так сказать, способ я подсмотрел одного дизайнера. Если вам будет так необходимо посмотреть, что это за способ, Я оставлю вам ссылку в описании на его туториал, да и на канал в целом. Сейчас вы можете наблюдать, как я делаю контурный свет Сталкеру. На самом деле, я считаю, что контурный свет на превью не должен быть очень толстым, Если только в определенных моментах. Так или иначе, вы бы было красиво смотреть на нормальную обводку, Нежели на толстенный корт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделав контурный свет неизвестному нам Сталкеру, Я представил создание контурного света для кровососа. Субтитры создавал DimaTorzok Лично для меня есть такая привычка ставить кровососу светящиеся белые глаза. Не знаю почему, но так кажется он более устрашающим. Хотя, говоря по правде, кровосос с пустыми черными глазами тоже может напугать. Также, пока вы наблюдаете за тем, как я делаю превью, Мне бы просто хотелось вам рассказать некоторые новости насчет канала. Как вы наверняка могли заметить, что вышел тизер новых серий нашего сериала «Сталкер. Альтернативная зона». И наверняка вы уже поняли, что сериал выйдет в следующем году. Почему именно в следующем? Ну, говоря по правде, я просто не рассчитал силы и думал, что у нас будет достаточно амбиций, чтобы сделать... Чтобы оснять весь нужный материал за три месяца лета. Но, к сожалению, как вы уже могли заметить, мы записали лишь две серии. И только часть третьей. Кстати говоря, вы наверняка уже могли заметить, что я приступил к контурному свету предположительного «Сталка». Получаем говорить по новостям. В скором времени, возможно, планирую снять кое-какое видео, связанное со Сталкер. Это будет тоже лайф-экшн-видео, ну, если вы понимаете, о чем я, если я правильно использую термин. И это небольшой, так сказать, короткометражный фильм. Хотя по этому сценарию и по качеству съемки я не могу сказать, что это будет похоже на какой-либо фильм. Не будет никак связан с основной вселенной моего сериала «Сталкер. Альтернативная зона». Наверняка там будут какие-либо отсылки, но не более. Так что у меня появилась небольшая идея делать почаще такие видео, где я делаю какие-то работы в фотошопе, ну, или превью. Надеюсь, вам эта идея зайдет. Разумеется, таким мы можем заниматься и на предстоящих стримах. Так или иначе, мы можем провести какой-либо разговорный стрим, где я буду создавать какую-либо работу в фотошопе или же анимацию в Cinema 4D. Также, ребята, хочу вам напомнить, что у меня есть группа, где вы можете заказать у меня превью по достаточно низким ценам. Я уберу все категории превью, останется просто обычная категория. И наверняка добавлю части оформления канала, такие как «Шапка», «Аватарка» и тому подобное. Поэтому, если у вас есть желание заказать что-либо у меня из уже перечисленных кандидатур, то милости прошу в группе ВК. Ссылку я оставлю в описании. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас я занимаюсь так называемой перекраской глаз кровососа. Добавляю фактор свечения у вас на морде и делаю крики. Немножко побольше прорабатываю контурный свет на предполагаемом стенке и решаюсь сделать его глаза серыми. Якобы он слеп. Не знаю, почему мне пришла эта идея. Также я решил добавить некоторые эффекты, попутно снижая прозрачность. Добавил бликов по углам работы. Опять же провел некоторые манипуляции с глазами предположительного стрелка. И занялся так называемой у меня цветокоррекцией. Как вы могли заметить, у меня нет как такового камера RAW. Поэтому я делаю цветокоррекцию с помощью грибых и насыщенности. Ну и при необходимости добавляю другие эффекты. Сейчас же я, как вы могли заметить, приступил к созданию текста. Опять же добавляю некоторые эффекты, чтобы текст не прям-таки сильно выделялся из общей картины. Опять же делаю нужные махинации с цветокорром. Делаю небольшой эффект ветер. И сохраняю работу. Что ж, предлагаю вам уже посмотреть на результат. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы поставите свой лайк и подпишитесь на канал. А так, я желаю всем удачи и чередов.